Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион», студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, сегодня в выпуске. Чистота в любое время года. В каком состоянии находятся анапские пляжи в межсезонье? Кто и как за ними ухаживает? Водителям маршруток не до шуток. В Анапе сотрудники ГИБДД усилили меры по контролю за безопасностью перевозок пассажиров. История в фотографиях, предметах и образах. Как в анапском техникуме наладили образовательный процесс, чтобы программа усваивалась лучше? Контролировать бесперебойную подачу тепла в социальные объекты и работать с должниками за потребленные коммунальные услуги. Следить за состоянием пляжей и освободить город от пустующих экскурсионных павильонов – это только часть поручений исполняющего обязанности главы Анапы, которые прозвучали сегодня на планерном совещании. Какие еще задачи перед городскими службами поставил Юрий Поляков в нашем материале? Идет активная работа по сбору налогов. По сравнению с прошлым годом их собрано на 40 миллионов больше. Почтальонам предстоит разнести еще 9 тысяч уведомлений. Срок уплаты налогов – до 1 декабря. О состоянии бюджета заместитель главы Яна Дуплякина. Набросрочной кредитовской задолженности у нас нет. В прошлом году она была 15 миллионов. Сегодня ее нет. Есть текущая кредитовская задолженность, но она тоже была ниже, чем в прошлом году. Порядка 107 миллионов рублей. Вопрос задолженности населения за потребленные ресурсы, электричество, газ поднял исполняющие обязанности главы Анапы. Большие долги скопились у жителей дачных поселков. Энергетики и газовики грозят отключениями. Где роль муниципалитета? С ними кто-то работает. Вот от них гора жалоб, что они за свет не платят. Не платят. Кубани Нерго пишут, что они не платят, мы их отключим. Но отключить мы не можем, и начинается замкнутый круг. Вот такая куча долгов. Я здесь на планерке у всех спрашиваю, кто отвечает за сотни. Поручение для замглавы Александра Колесникова – разобраться в ситуации и принять меры к погашению задолженности перед ресурсниками. Это особенно важно сегодня, когда Анапа входит в осенне-зимний период. О начале отопительного сезона Юрий Федорович спросил с руководителя теплоэнерго, напомнив ему о социальной задаче. Мы говорим только о детских и лечебных образовательных учреждениях. То есть, есть такая дата, 15 октября дать отопление. Остальные могут ждать, а вот детские, да, не могут. То есть, мы не принимаем то, что вы говорите, там, температура. То есть, вы читаете, что говорит губернатор, что говорят о селекторных сообщениях. Поэтому я и прошу доложить мне, куда дали, куда не дали. К теплоснабжению подключили роддом, больницу, детские сады с сегодняшнего дня. Исполняющий обязанности главы Анапы убедительно рекомендовал ускорить процесс подачи тепла. Мы напоминаем, что полностью подключить многоквартирный жилой фонд к отоплению теплоэнерго обещает до конца текущей недели. Своевременно подать заявку на запуск отопительных систем должны управляющие компании. Обо всех нарушениях, связанных с началом отопительного сезона, можно сообщать по телефону горячей линии в Анапе 55610. В межсезонье не повод ослаблять контроль за состоянием пляжей. Отдых у моря по-прежнему привлекает в Анапу тысячи гостей. Береговая линия должна быть чистой круглый год. Об этом на планированном совещании говорил исполняющий обязанности главы курорта. Юрий Поляков заявил, что не желает видеть ни одной жалобы на эту тему. Береговая линия центрального пляжа протяженностью 500 метров сегодня чистая. За последние несколько дней с берега вывезли около 30 тонн выброшенных морем бытового мусора и веток. Шторм продолжается до сих пор. Выброс комки был приблизительно 4 дня назад. Каждый день выбрасывает в море большое количество бытового мусора, комки. Ежедневно мы проводим уборки. За ночь где-то вывозим 30 прицепов бытового мусора. Конечно, осенью пляжи Анапы не так многолюдны, как в разгар сезона. Но оставлять золотые пески без внимания нельзя. Даже в межсезонье море привлекает на курорт сотни гостей. Мне очень нравится. Первый раз я такое вижу. Шикарный пляж, конечно, не мусора. Чистота, порядок. Облагорожен пляж. А ведь уже конец октября. Сегодня 17 октября. Вы знаете, вот эта часть хорошо убранная. Мы идем от начала, вот от центрального пляжа. Там еще работает непочатый край. А здесь очень чисто, здесь хорошо. Критику о состоянии лечебного пляжа, арендованного частником, на планерном совещании высказал и исполняющий обязанности главы Анапы. С арендаторами нужно работать, говорит Юрий Поляков. Обратите внимание, за санитарным состоянием центрального пляжа он круглый год должен быть чистым. Круглый год. И урез, урез до самого Витязева, Ерокин, он должен быть чистым. Наверное, помните, когда зимой, даже в морозные дни, там тысячи людей, отдыхающих, сотни ходят вдоль моря, просто отдыхают, когда хорошая морозная солнечная погода. Везде должно быть чисто. Не дай бог, придет какая-то жалоба. Раз. Если кто-то не убирает, пожалуйста, Ерохину, пусть он этим вопросом занимается. Муниципальному контролю, управлением по санаторно-курортному комплексу и торговле напомнили. 1 ноября истечет срок поручения Юрия Полякова об освобождении пляжей от незаконных конструкций. В Анапе разрабатывают концепцию развития пляжей к следующему сезону. Об этом рассказали в городском управлении по санаторно-курортному комплексу и туризму. При этом, по данным Ассоциации туристических операторов России, она повошла в 11 самых популярных направлений по итогам прошедшего лета. И отдых здесь оставался одним из самых доступных по цене, хотя и не самым дешевым. Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России проанализировала популярность и ценовую политику 11 курортных направлений. Среди них и три российских. Анапа, Крым и Сочи. Самым доступным оказался Крым. Анапа чуть дороже. Однако, по мнению туроператоров, и сервис на нашем курорте сегодня на порядок выше. В отличие от Крыма, Анапа на протяжении последних 10 лет имеет активное развитие. И ввиду этого, таких вот совсем уставших средств размещения уже практически не осталось, которые не могут предоставить уровень сервиса и, собственно, оценить себя по рыночной стоимости. В городском управлении по санаторно-курортному комплексу и туризму считают, что в этом сезоне владельцы гостиниц и пансионатов проводили взвешенную ценовую политику. Отдых за любую цену в первую очередь должен быть комфортным и безопасным. Анапа сегодня отвечает всем требованиям туриста и с каждым годом наращивает свой потенциал, совершенствуя курортную инфраструктуру. У нас нет цепочки отелей премиум-класса. Ну и практически у нас уже не осталось объектов, которые мы называем Бабушкин дом. Бабушкин дом это уже сегодня, это обязательно кондиционер, это душ, это туалет нормальный, они во дворе. Поэтому от минимума от самого мы ушли, уровень у нас, естественно, выше. И поэтому из-за того, что цена в вопросе, это именно в вопросе ценообразования Анапы выше, чем Крыма, ну, говорит, само за себя мы востребованы и даже за эту цену. Чтобы сохранить устойчивое положение на рынке курортных услуг, в Анапе предпринимаются конкретные шаги. К частности, подготовка к сезону 2018 уже началась. Готовится концепция развития пляжных территорий. Мы уверены, что в следующем году пляжи Анапы приятно это удивят наших гостей. Упор делается на комфортность на пляже. Ну, прежде всего, это наличие туалетов, душевых, именно путей подхода, чтобы люди с колясками не ходили по песку, не таскали за собой коляски. То есть мы в этом году делаем упор на комфортность пляжа. Ну, соответственно, и внешний вид. В решении главной проблемы – уборки массовых выбросов комки – специалисты рассчитывают на помощь технике. Оперативнее очищать прибрежную полосу и акваторию поможет специализированное техническое средство для сбора водорослей – катамаран серии «Улан-Зет». Кроме того, по поручению исполняющего обязанности главы Анапы, все курортные территории будут освобождены от незаконной торговли. Музейные экспонаты как подспорье для изучения истории. В сельскохозяйственном техникуме в распоряжении преподавателей и студентов теперь есть уникальная выставка-галерея, охватывающая почти всю историю Кубани. В создании экспозиции принимали участие военно-историческое и географическое общество, а также общество охраны памятников культурного наследия. 76 организаций с разных уголков страны собирали экспонаты для музея, чтобы на высшем уровне обеспечить образовательный процесс в техникуме. Экспонаты для музея собирали долгие годы. Все началось со старых фотографий, в которых отражена вся история учебного заведения. Здесь экспозиция насчитывает порядка 16 тысяч предметов. Выставку используют как наглядное пособие в помощь к образовательному процессу. Так студенты могут примерить броню древнего воина и внимательно рассмотреть старинные орудия труда. Одним из главных инициаторов открытия музея стал преподаватель УБЖ Анатолий Найда. Он с трепетом относится к каждому экспонату, поддерживая технику в рабочем состоянии. Считает, что с появлением музея образовательный процесс стал проходить гораздо легче и интересней. Оно способствует развитию, подготовке студентов, совершенствованию новых форм обучения. Есть уникальные вещи. Как я говорю, технические машины, средневековые, лазерная техника и другая. Она вызывает, конечно, восторженные отношения детей. Под музей выделили несколько кабинетов. Каждый из них оформлен в соответствии с представленным временем. Сельскохозяйственные приспособления, фотографии, книги, оружие и техника. На все это можно не только посмотреть, но и взять в руки. Особый интерес у посетителей вызывают реалистичные фигуры древних воинов и богов. Мне стало интересно, как выглядели наши предки, какие у них были образы. Вот мне понравилась Марена, богиня смерти. Очень интересный персонаж. В славянской мифологии, получается, ее любили за то, что она делала узоры на окнах, мороз и все такое. Мне очень нравится смотреть на эти экспонаты. Они очень интересные. И в дальнейшем я буду тоже приходить сюда и смотреть, и запоминать, как они выглядят, где они раньше были. На сегодняшний день музей объединяет сразу 12 экспозиций разных тематик. Подводное плавание, военная история, новейшее время и многие другие. В будущем коллекцию планируют пополнить трехмерными моделями электромобилей и другой современной техники. Вот уже второй день подряд в часы пик сотрудники ГИБДД и ДПС останавливают общественный транспорт на дорогах общего пользования. Профилактическое мероприятие «Автобус» направлено на профилактику безопасности пассажиров маршрутных такси и выявление транспортных средств, которые выходят на линию неисправными. Итоги одного рейда в следующем сюжете. Под особым контролем инспекторов весь общественный транспорт, автобусы, маршрутные такси. В разных частях города работают сразу несколько патрулей. В рамках данных мероприятий сотрудники обращают внимание на техническое состояние транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, проверяют исправность рулевого управления, наличие средств пожаротушения, автомобильной аптечки. Также обращают внимание на исправность световых приборов, наличие ремней безопасности и использование их пассажирами. В первую очередь стандартная проверка водительских документов в страховке путевого листа. Параллельно с этим проверяется работа светового оборудования, наличие двух огнетушителей и аптечка. Эта процедура, применимая к транспорту, которая имеет недавний год выпуска и считается относительно новым. А вот автобусы, стаж которых от пяти лет и выше, подвергаются более пристальному вниманию. Водитель этого транспортного средства только вышел на линию и даже не успел еще взять первых пассажиров. У инспекторов возникает сомнение по поводу исправности рулевого управления. В ход идет прибор, который проверяет допустимость люфта рулевого колеса. Буквально несколько секунд и нарушение выявлено. Вместо допустимых 20 градусов прибор показывает 22. Данное транспортное средство будет поставлено на специализированную стоянку. Для этого водителя маршрутки рабочий день окончился, не успев начаться. Инспектор выписывает протокол. Машину нужно ремонтировать. Водители отмечают, что за последнее время требования к транспорту общего пользования существенно ужесточились. Я сам не ожидал, что там немножко превышает люфт. Придется на яму заехать, посмотреть. Сейчас очень часто останавливают, проверяют. Поэтому стараемся тех состояния держать в хорошем состоянии. Профилактическое мероприятие «Автобус» продлится до 25 октября. Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта, сообщайте об этом в дежурную часть отдела МВД России по городу Анапе по телефону 8 861 33 468 82 или 02. Обряды и традиции – это неотъемлемая часть казачества. В рамках Дней Кубанского казачества в детско-юношеской библиотеке состоялся необычный лекторий для студентов Анапского сельскохозяйственного техникума. Сотрудники библиотеки открыли для ребят неизвестные страницы прошлого, атрибуты, обряды и традиции – все то, что является культурной составляющей истории казаков. На встрече ребята открыли для себя новые исторические факты, связанные с историей казачества. Тем обсуждения – казачьи регалии. Изначально ими считались символы царской власти, скипетры, корона. Но на Кубанской почве оно приобрело более широкое толкование. Все, что дарили цари и императоры казачеству, все, что несло на себе знак монаршей милости, стали называть регалиями. А словосочетание «казачьи регалии» стало восприниматься как символ воинской казачьей доблести. В состав кубанских регалий были включены знамена, наградные трубы и серебряные ретавры, булавы, насеки, бунчуки, перначи. Многие термины ребята услышали впервые. Впрочем, интерес к этой теме у ребят самый неподдельный. Ну, оно невозможно. Интересно, оно и так интересно. Ну, во-первых, мне стало известно, что такое знамя, ради чего они сражались, какие у них были обычаи, какие традиции, как они обучались, в каком возрасте шли на службу. 20 лет – это хоть и немалый срок, но все же спустя это время можно стать настоящим человеком и не только. Как, если не история, поможет молодому подрастающему поколению гордиться и знать свою родину, своих героев, следовать их примерам, как не вот как раз на примере того, что можно увидеть, можно даже соприкоснуться лично со всеми этими регалиями, если в Краснодар, в музей. Регалии же никогда просто так не давались, и они давались всегда за что-то, за победу, за мужество, за славу. Работа с молодым поколением на этом не завершается. Сейчас сотрудники готовятся к мероприятиям, посвященным Дню Народного Единства, которые наша страна будет праздновать 4 ноября. На будущих встречах ребята узнают об исторических событиях, связанных с деятельностью казаков на Кубани, а также познакомятся с биографией тех, кто сыграл значимую роль в становлении кубанского казачества. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 18 октября в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем – до плюс 19 градусов. Ночью прохладнее – 15 выше нуля. Ветер южный – от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 17 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапоокеан». Предлагает качественную комплексную медицинскую помощь. Начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения. Включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапоокеан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424 19. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова